Продолжение следует... В отношении Мамилова была назначена налоговая проверка. И выяснилось, что с 2006 по 2008 годы на его счёт поступило 12 миллионов тенге в виде доходов. И он в настоящее время вместе с Пеней не заплатил подоходного налога на сумму 4 миллиона тенге. Были выписаны счета из банка. Анвар Мамилов обратился за помощью к юристам. Они внимательно изучили все документы и контракты зарубежной компании, чьё поручение Белок выполнял. Независимые эксперты пришли к выводу, что учёного, исследовавшего состояние атмосферы в предгорях Алматы, что называется, пытаются заставить платить за воздух. Он получил всего лишь около 3 миллионов. Налоговый насчитал 12 миллионов. Но насчитал не как по контракту или какой вид расходов, а именно как доход. Доходы у нас в Республике Казахстан действительно облагаются налогами. Но командировочные текущие расходы, это волонтёрский труд, он не облагается налогом. Налоговый департамент составил акт налоговой проверки о том, что якобы я получил из-за пределов Республики Казахстан более 12 миллионов тенге. Ну там 12 миллионов, 94 тысячи. И при этом никаких доказательств о том, что действительно на мой счёт поступила данная сумма, представлено не было. Сейчас Анвар Мамилов больше занят не наукой, а хождением по судебным инстанциям. На его имущество наложен арест, ему запрещено покидать Казахстан. Научные работы приостановлены. Единственная надежда на апелляционную жалобу, которую он подал в городской суд. Но больше всего кандидата биологических наук расстраивает то, что из-за подобных проверок у мировых научных центров теряется интерес к сотрудничеству с отечественными учёными. Ельмар Атмуталипов, Дидар Исаев, телеканал Алматы.